Меня зовут Трифонова Наталья Александровна. Я являюсь гражданской супругой Ковша Романа Владимировича, осужденного 21 мая текущего года Фрунзенским районным судом города Саратова по части 3 статьи 30, части 5 статьи 291 Уголовного кодекса Российской Федерации к 8 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Обращаюсь к председателю Верховного суда Российской Федерации Лебедева Вячеславу Михайловичу, председателю Саратовского областного суда Телегину Федорову Викторовичу, председателю квалификационной коллегии судей Саратовского областного суда Глухову Александру Владимировичу. Приговор в отношении Ковша Романа Владимировича вынесен судьей Фрунзенского районного суда города Саратова Денисенко Оксаной Викторовной. В ходе рассмотрения уголовного дела судья Денисенко допускала грубейшие нарушения законодательства. С 17 по 21 мая 2019 года она находилась в совещательной комнате. 20 мая я находилась в здании Фрунзенского районного суда с 9 до 13 часов и увидела, как секретарь судьи Денисенко Спасова Екатерина вошла в кабинет судьи с документами. Через некоторое время в 12 часов 27 минут в 11.27 московского времени секретарь вышла из кабинета судьи. Данные обстоятельства я сфотографировала на смартфон, по которому проведено экспертное исследование. Полагаю, что тайна совещательной комнаты была нарушена. Сразу же после оглашения приговора 21 мая 2019 года я написала заявление на имя исполняющей обязанности председателя Фрунзенского районного суда Бобровой Ольги Викторовны с просьбой истребовать видеозаписи с камер видеонаблюдения, расположенных на 9 этаже здания суда, для подтверждения того обстоятельства, что тайна совещательной комнаты была нарушена. Через два дня, 23 мая, я получила ответ за подписью исполняющей обязанности председателя Фрунзенского районного суда города Саратова Бобровой, из которого следовало, что согласно объяснительным судье Денисенко и секретаря Спасовой 20 мая 2019 года, судья Денисенко находилась в совещательной комнате в служебном кабинете, закрытом на ключ, и к ней никто не заходил. Программа для видеонаблюдения, установленная в суде, позволяет просматривать видео в режиме реального времени и обращаться к архивам записи в течение 24 часов, которые якобы ко времени поступления моего заявления в суд истекли. А также Боброва указала, что исполняющий обязанности председателя районного суда не наделен полномочиями по проверке законности действий судей при рассмотрении дел и выносимых ими судебных актов. Полагаю, что такой ответ исполняющий обязанности председателя районного суда нарушает закон. Во-первых, факт нарушения тайны совещательной комнаты я видела лично и зафиксировала на фотокамеру. Ложные сведения, изложенные судьей Денисенко в ее объяснительной, не соответствуют статусу судьи. Во-вторых, я обратилась с заявлением в первые сутки до истечения 24 часов, указанных Бобровой как срок хранения записей. По какой причине записи с видеокамер не были предоставлены, неизвестно. Могу предположить, что видеозапись была удалена руководителем суда с целью спасения репутации судьи Денисенко. Я считаю, что если бы сообщенные мной сведения не соответствовали действительности, то Боброва Ольга Викторовна предоставила бы эти видеозаписи. Однако, можно предположить, что на видеозаписи были запечатлены неоднократные нарушения тайны совещательной комнаты со стороны судьи Денисенко. Не исключаю, что и Боброва Ольга Викторовна могла заходить к ней в кабинет. Поэтому сделали все, чтобы видеозапись удалить. Только свою репутацию они спасают ценой судьбы человека, моего супруга. Я не просила председателя суда проверять законы с действием судьи Денисенко при рассмотрении дела и вынесении судебных актов, а тем более проводить проверку действий судьи, отбирать у нее объяснительные и давать оценку ее действиям. Я обратилась к Боброву Ольге Викторовне с заявлением с целью истребования материалов с видеокамер, расположенных на девятом этаже Фрунзенского районного суда за 20 мая 2019 года с 9 до 13 часов. Данные сведения были необходимы для предоставления в суд апелляционной инстанции, как неоспоримые доказательства нарушения тайны совещательной комнаты. Я рассчитывала, что Боброва Ольга Викторовна примет меры к соблюдению закона. Оказалось, она могла способствовать тому, чтобы доказательства, подтверждающие нарушение тайны совещательной комнаты, были уничтожены. Считаю, что видеозапись не может храниться всего сутки, так как это явно не обеспечивает безопасность работы суда. В связи с этим у меня и возникают сомнения в том, что на момент моего обращения до истечения суток видеозапись якобы уже отсутствовала. Считаю, что Боброва Ольга Викторовна фактически подменила собой суд апелляционной инстанции, взяла на себя обязанности коллегии судей, которая будет рассматривать апелляционные жалобы. Только в апелляции могут установить факт нарушения тайны совещательной комнаты, в то время как Боброва Ольга Викторовна фактически высказалась о том, что тайна совещательной комнаты нарушена не была. Своим ответом Боброва взяла на себя полномочия и суда апелляционной инстанции, и квалификационной коллегии судей. В случае установления судом апелляционной инстанции факта нарушения тайной совещательной комнаты только квалификационная коллегия судей принимает решение в отношении судьи, допустившей такое нарушение закона. Судья Денисенко относилась необъективно к моему супругу практически с самого избрания меры пресечения. Она же и арестовывала его и неоднократно продлевала ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Однако в июле 2018 года Саратовский областной суд отменил решение Денисенко и изменил меру пресечения на домашний арест. В ходе следствия и суда неоднократно нарушались права на защиту. Сначала отвели по надуманным основаниям адвоката Левину Елену Михайловну, причем жалобу на постановление следователя об отводе адвоката Левина Елены Михайловны рассматривала судья Денисенко. Органам предварительного следствия очень не хотелось, чтобы по делу работал опытный адвокат с очень большим стажем работы, о чем сотрудники Следственного комитета открыто заявляли. Затем защитникам и ковшу Роману Владимировичу не дали возможности полноценно подготовиться к прениям. По уголовному делу почти год шло предварительное следствие, 4 месяца судебное заседание, а на подготовку к прениям судья Денисенко дала менее суток, несмотря на то, что адвокаты заявляли, что этого времени недостаточно. Перед прениями и мой супруг, и адвокаты заявили, что времени на подготовку к прениям было недостаточно, но Денисенко проигнорировала это обстоятельство. Видимо, торопилась в отпуск, так как еще в начале рассмотрения дела в суде сказала, что в мае планируется отпуск, а потом командировка. Таким образом, судья Денисенко Оксана Викторовна поставила во главу угла свой отдых, ограничив ковша Романа Владимировича в полноценной защите. 21 мая 2019 года, сразу же после оглашения приговора, судья Денисенко, не поинтересовавшись у подсудимого, понятен ли ему приговор и порядок обжалования, практически сразу же выбежала из зала судебного заседания, после того, как Роман Владимирович заявил, что 20 мая таинственная совещательная комната была нарушена. Это было зафиксировано представителями всех СМИ, присутствовавших в зале судебного заседания, в том числе информационным агентством «Взгляд.Инфо», а также показано по новостному каналу «Россия-24». Видимо, судья Денисенко понимала, что мой муж скажет о нарушении тайны совещательной комнаты, поэтому не стала его слушать. Если бы это обстоятельство не соответствовало действительности, думаю, Денисенко его бы выслушала, разъяснила его права и порядок обжалования приговора. Также в приговоре судья Денисенко написала, что у нее не возникает сомнений, что на аудиозаписи, которая является доказательством по делу, звучит голос именно Романа Владимировича, хотя экспертиза, которая могла определить принадлежность голоса, не проводилась. Видимо, судья Денисенко сама наделила себя специальными познаниями. Учитывая сегодняшнюю практику Саратовского областного суда по вынесению приговоров, я уверена, что они объективно и профессионально дадут оценку вынесенному приговору, особенно в части нарушения тайны совещательной комнаты судью Денисенко с учетом действия Бобровой по непредоставлению видеозаписи. При таких обстоятельствах приходится рассчитывать только на объективный подход судей Саратовского областного суда. Я не сомневаюсь, что судебные коллеги не станут закрывать глаза на процессуальные нарушения, допущенные судью Денисенко Оксаны Викторовны. Однажды они уже отменили решение судей Денисенко, изменили меру пресечения на домашний арест, и Роман Владимирович оправдал их доверие. Он безукоризненно соблюдал меру пресечения, считая, что рассмотрение дела с грубейшими нарушениями закона – это возможность привлечь к ответственности невиновного человека. Боброва в своем ответе делает заключение о том, что установить факт нарушения тайной совещательной комнаты, которое повлекло или могло повлечь нарушение процессуальных принципов, не представилось возможным. При этом она не предпринимает мер по истребованию видеозаписи 20 мая 2019 года, хотя я обратилась к ней до истечения суток. Полагаю, что поведение Бобровой Ольги Викторовны несовместимо со статусом руководителя районного суда. Также полагаю, что несовместимо со статусом судьи ведение уголовного процесса судьей Денисенко с нарушением закона предвзятостью заранее сложившейся обвинительной позицией. Это умаляет авторитет судей и правосудие в целом. Нельзя оставлять вопиющий судебный произвол. Каждый гражданин России имеет конституционное право на справедливое судебное разбирательство. Считаю, что оценку действиям судьи Денисенко квалификационная коллегия сможет дать после рассмотрения апелляционных жалоб. Я убедительно прошу провести служебную проверку в отношении действий, исполняющей обязанности председателя Фрунденского районного суда города Саратова Бобровой Ольги Викторовны по вышеизложенным обстоятельствам и привлечь ее к дисциплинарной ответственности. Считаю, что такие действия умаляют авторитет суда и формируют недоверие и негативное отношение к судебной системе в целом. Отправление правосудия – святая обязанность. Суд – это храм правосудия, а не место для интриг. Как можно доверять таким судьям, как Боброва и Денисенко, которые совершают поступки, несовместимые с их статусом? Данное обращение в средства массовой информации прошу расценивать как официальное обращение к председателю квалификационной коллегии судей Саратовской области Глухову Александру Владимировичу, председателю Саратовского областного суда Телегину Федору Викторовичу и председателю Верховного суда Российской Федерации Лебедеву Вячеславу Михайловичу. Субтитры создавал DimaTorzok